Порой опасна красота Мир человеческий суров Суровый, строгий, справедливый Его не можем мы менять Он не подвластен нашим силам Мы безоружны перед ним, хоть и имеем ружья, сети Он управляет всей землей и всякой тварью на планете Пред ним ничтожен человек без всех своих изобретений Здесь прав лишь тот, кто смел, силен Здесь быть не может возражений Возвращаться в места, в которых однажды побывал И не добился поставленной цели, всегда волнительно Это схоже второй попытке в соревнованиях Когда после неудачной первой нет шансов на проигрыш Весь вчерашний вечер терзали сомнения Смогу ли, получится ли на этот раз Утро встретило сыростью и прохладой Небо затянуло тучами Время от времени накрапывал мелкий дождь От одной мысли, что идти предстоит по мокрой траве И продираться сквозь мокрый кустарник Уже становилось неуютно Но отступать было нельзя Мысль подняться на вершину горы Плотно засела в голове Поэтому после легкого завтрака И кружки горячего чаю Отправляюсь в путь Мокрая трава и кустарник были цветочками В сравнении с тем чувством, которое плотно засело в голове И не давало расслабиться ни на минуту Годом ранее мне посчастливилось познакомиться с людьми Кто держал в этих местах пасеку Они-то и рассказали, что активную жизнь здесь ведет косолапый Хозяйничая на своей территории И устанавливая свои порядки Большой урон нанес он пасечникам Регулярно наведываясь в гости без приглашения И разоряя ульи Места здесь глухие И весьма подходящие для обитания могучего сладкоежки Встреча с которым, пожалуй, лишь в зоопарке Может принести положительные эмоции В неволе этот зверь, хоть и пуглив Но представляет большую опасность для человека С тех пор в моей голове плотно засело чувство страха И сегодня оно напомнило о себе, как никогда прежде Те прогалины кустарника, которые принял я за тропу На самом деле оказались плотно сплетенными зарослями Сквозь которые ничего нельзя было разглядеть Лошадиные тропы закончились несколькими метрами ниже Поэтому приходилось постоянно рыскать и петлять в поисках прохода Поначалу это удавалось, но постепенно кустарник становился все выше и плотнее Продираться сквозь него на пролом требовало колоссальных усилий В итоге, изорвав дождевик и насквозь промочив до колен ноги И окончательно выбился из сил Охватило чувство отчаяния, смешанное Да, именно со страхом Со страхом от встречи с косолапым Присутствие которого в этих местах уже было не рассказами бывалых пасечников А явными следами жизнедеятельности под ногами Его стихия Как бы это ни было досадно Но на полпути до заветной вершины Пришлось принять решение возвращаться Себя я успокаивал тем, что дождевик порван и не сможет защитить от дождя Ноги промокли, а путь до вершины не близок На деле же тормозящим фактором был именно страх Который всячески пытался скрыть и от самого себя Выдумывая причины и оправдания Страх – это мощнейшая эмоция, возникающая в ситуациях угрозы нашему существованию И направленная на источник действительной или, что немаловажно, воображаемой опасности А уж воображать человек умеет лучше любого живого существа На одном из скальных выступов устраиваю привал Как же вкусен горячий чай из термоса Много ли надо человеку в такие моменты Потягиваешь горячий чаек, наслаждаясь неописуемой красотой природы И никуда не хочется спешить Пора двигаться дальше Окидываю взглядом неподступную гору Улыбаюсь Как же обманчиво то, что я видел снизу Мнимая тропа – это всего лишь прогалины на скалах, покрытые низкорослым кустарником, растущим меж деревьев Будто первопроходец ищу дорогу вниз Задача сейчас – найти лошадиную тропу По ней идти куда проще Под ногами буквально на каждом шагу попадаются молоденькие грибы Что ж, значит в оставшееся время погуляем по лесу, грибочков пособираем Природа в этом году весьма щедра на такие дары Вот и знакомый стражник, сидящий напротив горы и охраняющий подступы к ней Наконец добираемся до места стоянки Первое желание – снять с себя промокшую насквозь одежду Надеть на ноги теплые носки и сухие сапоги Уж сильно подмерз я за последний час Благо, что не было дождя, несмотря на плотно затянутый свинцовыми тучами небосвод Чувство страха, которое я нес с собой к вершине, незаметно куда-то исчезло Но его присутствие все еще ощущалось Не сразу замечаю, что из-за высокой влажности и ходьбы по мокрой траве и кустарнику Запотел объектив камеры Кадры начали получаться, будто из бани Протерев насухо объектив, понимаю, что влага проникла внутрь Это надо же, одно несостоявшееся восхождение и такая высокая плата Но ценность полученных эмоций и опыта несоизмеримо выше Пока подкрепляюсь с разогретым рисом с хорошей порцией белка Просушиваю вещи и обдумываю дальнейший план действий Уже очевидно, что на вторую ночевку в этом месте я не останусь Некомфортно Чувствуешь себя зажатым со всех сторон, обступившим кустарником и высокой травой Нужно искать более открытое и спокойное место Продолжение следует... Продолжение следует... Долго искать место для очередного ночлега не пришлось Немного в стороне от дороги нахожу уютную полянку с ровным плоским камнем Место мне очень понравилось Чистый свежий воздух, запахом хвои, открытая местность с хорошим обзором вокруг Здесь остановимся на ночлег Временем сегодня я располагаю, что непривычно и удивительно в наши дни Обычно время управляет нами Собрав рюкзачок и прихватив с собой пакет для сбора грибов Отправляю знакомиться с новым местом Маслят в этом месте хоть лопатой сгребай Как устоять перед такой благодатью матушки природы? Лишнего я не возьму, но вот на сковородочку другую грибочков насобираю Выбираю самые маленькие размером с грецкий орех или того меньше Для себя назвал я их дневками Такое ощущение, что они вылезли минувшей ночью, накануне Погода в этих местах меняется в считанные минуты Пока я был занят сбором грибов, небо затянуло свинцовыми облаками Подул порывистый ветер Резко похолодало Хорошо, что за спиной рюкзак, в котором не все, но самое необходимое найдется После небольшого перерыва продолжаю путь дальше Иду по принципу, куда глаза глядят Почему-то постоянно тянет вверх Хочется вскарабкаться на какую-нибудь вершину И полюбоваться с высоты птичьего полета на окружающие виды Иду не спеша, чтобы успеть охватить взглядом как можно больше Иногда останавливаюсь, чтобы вглядеться в какой-нибудь интересный предмет или явление В стороне замечаю ровную каменную плиту Чем-то напоминающую балконную плиту в многоэтажках С которой открывается красивый вид на вершину Которая никак не подпускает к себе То и дело создавая всевозможные препятствия Отсюда, издалека, вновь создается обманчивое впечатление Будто к вершине этой ведет тропа Которая на деле оказалась непроходимыми зарослями сплетенного кустарника Время летит незаметно Глянешь на часы, а стрелки уже убежали гораздо дальше, чем думалось Вечереет Скоро начнет смеркаться Разумно было бы возвращаться к месту стоянки Но взгляд мой привлекла отвесная скала и узкий проход рядом с ней Махну-ка туда, раз уж рядом оказался Вновь о себе начало напоминать чувство страха Вновь стало неуютно и не по себе Откуда-то из глубины стал слышен голос тревоги и опасности Что это? Боязнь замкнутого пространства в узком проходе между скал Или вновь злая игра воображения? Свежий автограф Косолапова прямо на тропе Вмиг отбивает всякое желание идти дальше Вспомнив все рекомендации, начинаю вслух разговаривать с хозяином здешних мест Уверяя, что пришел с миром и уже собирался возвращаться в лагерь Быть может, мои уговоры, а может и что-то другое Помогло избежать нежеланной встречи с лохматым зверем Наслышан, что пуглив он по своей натуре Но как-то от этого легче не становится Незаметно пролетел еще один день Завтра ждет дорога домой Признаюсь, никак не ожидал я получить столько эмоций и впечатлений от этого путешествия Самое ценное, что я обрел за эти дни Это понимание и осознание страха Как нашего незаметного, но постоянного спутника Который одновременно нас и оберегает И не дает двигаться вперед Великое дело научиться управлять чувством страха Тот, кому это удается Получает мощнейшего союзника и помощника Который не только от беды убережет Но и толчок мощный даст в тот момент Когда это действительно нужно и необходимо Продолжение следует... Продолжение следует...